Я сам из Казахстана, работаешь в казахстанской компании. Учился я на биотехнолога вообще. Вообще, действительно, я не знал, что существует реактор. Изначально я начал изучать C++, не знаю почему. Получается, ты как бы откладнил оффер после первого собеса. Друзья, добрый день. Сегодня у нас, да, новый гость. Нашего гостя зовут Виктор. Витя, здорово. Привет. Витя, наш выпускник. Виктор, прости, Виктор. Виктор, короче, Виктор, мой тезка. У него есть интересная история. Мы ее послушаем. Ну и первый вопрос, Витя, к тебе. Расскажи, дружище, откуда ты сам? Так, ну сам я из Казахстана. Сейчас проживаю в Астане. Ты уже айтишник, правильно? Да, уже работаю. Расскажи в двух словах, где работаешь и что за компания. Так, работаю в Астане, в Казахстане. Компания называется «Найми Ки-Зет». Как давно работаешь? Устроился в мае прошлого года. Год с небольшим, получается, работаю. Тебе на год работы компания что-нибудь подсветила? Праздничный подарок, кружку, короче. Или ховрик для мышки такой, этот самый, нет? У нас политика есть, что мы на каждый день рождения что-нибудь дарим. А у тебя год работы, короче, юбилей не отметил? Я это уже сам ответил. С ребятами собрались, отметили, да? Как тебе коллектив? Нравится, не нравится? Большая ли компания? Если много-немного людей, не знаю, можно чисто из компании раскрывать? Большая, маленькая? Да нет, компания небольшая, там, может быть, 40+. Это как стартап, можно сказать, даже. Компания, в принципе, коллектив отличный, работается хорошо. То есть, плюс работа. Папу, маму люблю, да? Да, да. Ага, Витя, расскажи, ты в качестве кого-то работаешь? С каким стеком? Фронт-энд-разработчик. Стек у нас получается React, Redux Toolkit, RTK Query, CSS у нас через Stylet Components, ну, как-то так. Один фронт-энд ты разработчик или несколько у вас, команда фронтов? Ну, у меня, получается, я, как бы, действующий только один, плюс у меня есть ментор, вот, он, как бы, тоже фронт. Но работаю именно по части фронта, я один. А так, это ментор, кто-то из команды, как бы? Ну, да, да, из команды. То есть, короче, какой-то крутой чел, который сам не пишет, но тебя консультирует, как бы, да? Да, прям вот, который сеньор-сеньор, который вот за мной наблюдается. Как тебе на одного на фронта? Много работы или не очень? Ну, как там, ты справляешься, успеваешь? Очень немножко так страхово там один такой, без команды остаться. Хорошо, если есть коллега там. Первое время как-то было, да, типа, небольшое беспокойство, типа, как, я один, что? Вот, но все равно, то есть, как бы, есть человек, который те же мои мержи принимает, смотрит. С ним, если что-то непонятное, я у него узнаю. Вот, как бы, а насчет объема работ по-разному, то есть, бывает, когда там, ну, условно говоря, кнопочки красим, а есть, когда нужно какой-то новый функционал внедрить, и ты сидишь, внедряешь, это как бы еще, иногда ты с этим вообще ни разу не сталкивался, ты этот материал изучаешь сначала, потом внедряешь, вот, работа такая. Есть и легкие моменты, и посложнее. То есть, смотри, красить кнопки тебя не обошло все-таки, да? Это, по-моему, никого не обходит. Все когда-то через это проходили. А что такого мистического, скажи, у этой покраски кнопок? Вот, почему эта задача там неизменно возникает? Или просто потому, что кнопка – это один из основных элементов интерфейса? Скорее всего, из-за того, что он основной, как бы, по всему проекту этих кнопок много. Вот, надо, чтобы он везде хорошо выглядел. И как-то, наверное, спихивает. Плюс, первое время же все равно нужно, как бы, пройти какой-то онбординг, компанию, проект. То есть, тебе не могут дать сразу какие-то сложные или, там, задачи, потому что ты вообще не вник еще, не вник в этот проект, не знаешь, как там, что устроено. То есть, на это тоже нужно время. Так что, кнопка – это, наверное, оптимальный вариант, как в IT. А для старта, как бы, да? Ну, да. Как-то у нас был на подкасте парень, который проводит собеседование. Илья, привет, Илья, если посмотришь наше видео. С тобой хороший получился видос. И я спрашивал, Илья, почему на собесах? Вот зачем спрашивают про Warlet и Конст? Такая же тема. Ну, блин, как говорится. Он говорит, ну, просто для того, чтобы с чего-то комфортно для собеседуемого начать разговор. С каких-то простых, несложных разговоров, как бы, вопросов, чтобы человек влился, втянулся в беседу. Преодолеть входной барьер, там, стресс, как бы. Красить кнопки – это выполняет такую же функцию для джуна на старте, да? Да, скажи. Смотри, ну, а как ты вливался в проект, как нашел работу? То есть, ты сам из Казахстана, работаешь в казахстанской компании, и продукт у вас ориентирован на внешний рынок или на внутренний? Нет, внутренний. На внутренний. То есть, получается, ты сам из Казахстана, работаешь в казахстанской компании, живешь в Казахстане, и ваш продукт ориентирован на казахстанский рынок? Все для Казахстана. Да, то есть у тебя максимальная локализация, да, как бы? Да, да. Отлично. То есть прямо, короче, ты этот сам, можно сказать, кормишь страну, да? Слушай, ну расскажи, вот, как ты искал работу, как вливался, первые впечатления твои, как бы, об айтишке, как бы, может быть, скажи пару слов до этого, какой опыт у тебя был. Ты же, как бы, такой не вчерашний студент, ты уже такой немножко серьезный парень, как бы. В смысле, вообще, как мой путь в айти, из чего состоит, или именно как я пришел к этой работе, на которой сейчас работаю? Ну вот, давай, давай с любого места, с какого тебе, короче, хочется. Ну, путь в айти давно уже, как бы, начался у меня, но он такими, как этот, скажем, были взлеты и падения. Изначально я начал изучать C++, не знаю почему, где-то увидел тепло, наверное, надо выучить его. Я пытался его учить, может быть, месяц, потом что-то как-то подзабил на это все дело. Самостоятельно, смотрите, самостоятельно, да, да, продал? Он работал там на своей первой работе, он говорит, типа, давай JavaScript учи. Я говорю, что это вообще такое? Ну, говорит, вот, такой-то язык есть, он скинул мне этот сайт Learn JavaScript, говорит, на, возьми, делай. Вот, это моя ошибка. То есть нельзя начинать обучение JavaScript через сайт Learn JavaScript. Сайт хороший, но как учебник не очень, да? Да, как учебник нет вообще. Вот, я его где-то наполовину прошел, и что-то так стало, прям, вообще, не вне, не вне, как называется, просто отторжение уже к этому пошло. Типа, нет, что-то не то, не идет, все сложно, непонятно, я опять же забил на это дело. Потом, через какое-то время, опять через этого товарища, он опять начал пинать, типа, давай, 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 он уже начал сам мне скидывать какие-то задачки, я их делал, вот, и как-то так, так получилось, что обучался, 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 и потом через некоторое время, вот, по-моему, на YouTube нарвался на IT-инкубатор. Подумал, что, как бы, мне, скорее всего, это нужно для того, чтобы, как-то, не знаю, все равно, когда ты обучаешься, у тебя какая-то груз ответственности на плечи ложится, и ты, как бы, занимаешься этим более упорно, что ли, не знаю, это я чисто про свой случай рассказываю. Со мной так, то есть я поступил в инкубатор, и, как бы, все пошло гладко. Слушай, ну, я с тобой согласен в чем, это известный, как бы, известный такой феномен, если хочешь регулярно заниматься, надо покупать абонемент, да, то есть вариант, что я буду вставать дома там по утрам и делать зарядку, почему-то не работает. Когда ты покупаешь там абонемент в бассейн или записываешься в тренажерку, оплачиваешь, у тебя сразу возникает какое-то расписание, какой-то график, это дисциплинирует, встраивает тебя в какую-то систему, и ты, как бы, так сказать, двигаешься. Почему сильные разработчики выбирают IT-инкубатор и обучаются у нас? Потому что, первое, за фиксированную плату при этом в рассрочку, либо в кредит, ты будешь обучаться так долго, пока конкретно ты не трудоустроишься. При этом обучение скорее долгое, чем быстрое. Почему? Потому что рынку, да, нужны начинающие разработчики, но профессиональные начинающие разработчики, глубокие профессиональные разработчики с необходимым набором технических скиллов и теоретических знаний. В IT-инкубаторе мы даем мощную программу middle-plus уровня, технически очень сложную, насыщенную программу, но чтобы ее было можно пройти, физически можно было пройти, у нас, внимание, каждый день работают действующие разработчики как суппорт техподдержка, помогают нашим студентам быстро, качественно решать свои проблемы, чтобы продолжить этот нелегкий, сложный, но увлекательный путь к профессиональной разработке. Некоторым студентам инкубатора дополнительно может понадобиться дополнительная практика, аналог коммерческого опыта. Его можно получить либо на партнерских стартапах, либо на нашей учебной стажировке, которая хоть и учебная, но при этом настолько технически насыщенная и сложная, кубернетис, микросервисы, микрофронты, серверсайд-рендеринги, редисы, rabbitmq и прочее-прочее, что на этой стажировке ты просто попадя потом на работу в продакшене, скорее всего столкнешься с более примитивной версией окружения и сложности продукта, чем та информация, тот контекст, в который мы погружаем на нашей стажировке наших студентов. Мы это делаем для чего? Для того, чтобы гарантировать твое трудоустройство, чтобы сильного студента усилить, сделать сильным профессиональным разработчиком. Именно по этой причине люди выбирают IT-инкубатор. Приходи, ждем тебя. Почему выбрал инкубатор? Альтернатив, можно сказать, на тот момент не было. Не знаю, как сейчас с этим обстоят дела. Вот именно тогда не было. То есть вы предлагали, чтобы было очень хорошо. Это менторинг. То есть вы говорите, что типа если какие-то вопросы есть, мы там чуть ли не 24 на 7, то есть можете к нам обращаться. Вот. Это очень хорошо и подкупает именно этот момент. Плюс то же самое, что с трудоустройством. То есть вы поможете там тоже CV сделать, поможете, как это называется, подготовиться к тем же собеседованиям. Вот. Это тоже подкупает. Мне это понравилось. Ну и плюс сам Димич говорит, что типа не платите мне деньги, возьмите сначала сами, попробуйте позаниматься. Так как другие компании говорят, вот приходите к нам, платите нам деньги, и вы станете там через месяц, через два уже суперспециалистами. Такого не бывает. Ну и скажи, пожалуйста, твои ожидания от учебы в инкубаторе оправдались? Вот ты, смотри, ты выделил менторскую поддержку, то есть живые сессии, контакт с ментором, не по почте там, а в режиме конференции, как говорится, там face to face. Обращался на поддержку или нет? Обращался. Не так часто, по-моему, в понедельник, вторник, может, пару раз был на поддержке. Больше всего я был на поддержке уже после пятницы, наверное, когда начал делать тестовое, я приходил на поддержку для того, чтобы, ну, то есть я написал тестовое, приходил на поддержку, чтобы там меня проментарили и хотя бы сказали, то есть не полностью мой код посмотрели и переделали его, а если я что-то сделал прям очень не так, чтобы мне хотя бы подсказали, что вот здесь, например, можно было сделать лучше. То есть ты на стадии уже больше поиска работы и тестовых чаще обращался на поддержку? Смотри, я так понимаю, что сама по себе учеба в инкубаторе тебе зашла несложно, да? Ну да, то есть так как у меня все-таки был какой-то бэкграунд по JavaScript. Ну смотри, но бэкграунд, который ты наработал самостоятельно, правильно? Да, с пинком, вернее, из-за пинков моего товарища, он все же самостоятельно, да. Смотри, вот и тут у нас там по итогу предыдущего видео, такое в комментариях немножко, так скажу культурно, были представлены разные мнения, да. Вот, что считать полным нулем? Да, вот как бы человек, который не имеет профессионального образования, не ходил ни на какие курсы, не имел никакого опыта самостоятельного кодинга, который взялся обучаться для начала самостоятельно. Можно ли сказать, что ты был полный ноль на этой стадии? Нет, когда ты вот начал обучаться самостоятельно после пинков твоего друга, ну у тебя до этого, то есть за исключением? Да, можно сказать, что полный ноль, потому что, то есть, ничего конкретного такого, ты таким не занимался. То есть там у тебя там ни в универе, там, ты до этого, у тебя не было хобби, там, ты не делал сайтики, там, не работал с CMS-ками? Нет, 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 нет. Учился я на биотехнологии вообще в университете, что совсем не в ту степь, как бы. Так, ага. То, что в школе был математический класс, но это в школе еще было, это когда было. Ага. То есть, смотри, начинал ты в состоянии полного нуля и какой-то багаж для прихода в инкубатор ты наработал самостоятельно, да? Да. А как много времени ты вот самостоятельно нарабатывал базовые знания какие-то? До инкубатора где-то не фулл-тайм, но где-то год, можно сказать. Год, так ты как-то солист. Да, ну это опять же год не так, что я прям каждый день этим занимался, а в течение года, скажем так. То есть как-то по выходным или наоборот, или такими наплывами. Да, да, то есть время свободное было и занимался этим. Скажи, пожалуйста, ну вот и ты уже пошел в инкубатор, имея какие-то базовые представления о JavaScript, а какие-то проектики PET уже делал как бы до инкубатора или нет? Или чисто вот просто обучение, как бы такое чтение, литературу? Какие-то PET-проекты делал, то есть там уже получается на JavaScript без React, а также был уже опыт работы с этим, как называется, с сверсткой. То есть с этим как бы не то, что пришел, не знаю, что это и как это делать. То есть ты немножко поверстал и немножко пописал на нативном JS, да? Там, грубо говоря, там какой-нибудь там сайтик, приложение самостоятельное скрутил. И как тебе та самая инкубаторская программа, была ли она хороша? В принципе, да, то есть мне понравилось. Во-первых, ну я пришел, начал изучать React, которого вообще не знал. То есть вообще действительно я не знал, что существует React, как бы, потому что сам мой товарищ ни разу мне не рассказывал, что существуют такие вещи, как React, Angular, вот, не знаю почему. И сам я как-то для этого не додумался, чтобы посмотреть, что там дальше. То есть если ты учишь JavaScript, то как бы на этом же все еще не заканчивается, надо же еще учить и дальше. То есть мне это понравилось. Сама система понравилась, то, что разделена она так по месяцам идет, как там по неделям, да, то есть понедельник, по дням, понедельник, вторник, вот. В принципе, было очень-очень интересно. Но ты, получается, нигде на второй круг не оставался, академку не брал, да? Нет, нет. Ну, понедельник, вторник было как бы несложно. Начались относительно сложности в среде, в четверге. Даже, наверное, конец среды, начало четверга, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, там было очень много домашек в какой-то из этих дней, либо в среду. Поэтому просто по времени как бы не совсем всегда это успеваешь. То есть там что-то делаешь, ну, плюс читаешь какую-то информацию новую, усваиваешь, вот, ложишься спать в час, два ночи, в три иногда. А вот ты говорил, что много времени домашки у тебя съедали. Сколько примерно времени ты занимался? Ну, в день, там, или в неделю? Ты трекал свое время в личном кабинете? Нет, было как-то не совсем удобно мне было это трекать время, потому что, когда я учился, я работал. То есть у меня была работа с 9 утра до 7 вечера, получается. И во время работы я еще и занимался учебой. Это хорошая работа, я прямо... Да, да. Ну, там так же, то есть есть работа, я пошел быстро поработал, чуть-чуть время освободилось, пошел, сразу сел, принес на работу ноутбук и вот сидел на этом ноутбуке работал. Вот. После того, как приходил с работы, там, кушал и садился, например, с 8 часов вечера и, там, до 12, до часа, до двух. Если что-то сложное, там, непонятное, сидел до трех, полчетвертого ложился. Вот. То есть на выходных так же практически фуллтайм занимался. Тебе тяжеловато было такой ритм держать или как бы норм? В течение пяти месяцев как бы норм, но после пятницы, я вот пятницу закончил, где-то недели две-три вообще минимум занимался обучением. Выдохнул, да? Да, да, да. Как бы чуть-чуть, почти что перегорел, но нет. Переборол, так. Как ты искал работу, расскажи первую. Так. Это тонкий момент, который всегда вызывает массу смущения. Страшновато, неуверенность в себе, синдром самозванца, там, слухи про то, что сейчас невозможно найти работу Джуну без профильного айтишного образования. Проблемы некоторые обсуждают возраст. Ты, кстати, сколько лет? Ты не девушка, можно спросить тебе? Мне 31. 31. Ну, то есть, ты такой для айтишника, ты, это хороший возраст, но как бы ты не самый юный, да, наверное, в команде. Да, да, да. То есть, как бы для айтишника 30 он как бы, ну, так, как бы, некоторые ребята опасаются, да, что в 30 лет, может, тебя уже там староват, что, как бы. Вот, поэтому вот это такой тонкий момент, много сопровождается, вот, поиск работы первый сопровождается слухами, легендами, страшилками, там, расскажи, как это у тебя было, как ты себя ощущал на этой стадии? Когда я только начинал искать работу, во-первых, я даже, ну, было страшно, то есть, страшно идти на собеседование, потому что, как бы, тебе первый раз будут реальные люди, работодатели спрашивать про твои навыки. Вот, как отвечать, что отвечать, что будут спрашивать, в голове вот это вот все крутится, на нервы действует. А ты на собес не ходил, на тренировочные собесы в инкубаторе? Я был там, по-моему, если я не ошибаюсь, один или два раза. В то время, когда я занимался, туда было бы попасть очень сложно, не знаю, как сейчас. Там очень было за две недели, то есть, за две ходили. Вот, то есть, я вот два раза попал и больше не ходил. Вот тебе этот опыт двух тренировочных собесов как-то снял опасения? Или наоборот, ты такой, ой, да и кошмар, короче, там, это не мое? Да нет, как бы, не сказал, что прям сильно помог, ну и средне. Все равно, как бы, страх перед, это, ты понимаешь, когда идешь на тренировочный собес, что это тренировочный собес. Да я тебе себя обмануть не получилось, да? Да, это так не работает, как мне. Но зато после того, как ты сходил на первый собес, ты это, как бы, прочувствовал, понял. И на второй уже проще, на третий еще проще и так далее. Смотри, мы часто ребятам говорим, что надо просто попасть на первый собес, чтобы сломать такую психологическую инерцию. Это правда? Это работает? Да. А скажи, у тебя первый собес, он был успешный или не очень? Ну, по твоим ощущениям. У меня, получается, если так взять, первый собес был, его не было. То есть, я откликнулся на лакансию, либо через какую-то группу в Телеграме, не помню точно, нашел человека, работодателя. Он мне скинул тестовое, я его там за пару дней сделал, оно не совсем слабое было. Вот, он его проверил, говорит, все, беру, типа, на работу. Я говорю, что, как, почему? Ты собеседовала, что это было? Так быстро, да? Да. Там он уже скинул даже договор мне, говорит, вот, читай, все, подписывай. Ну, меня смутило то, что я буду единственным фронтен-разработчиком. Сама компания состоит из одного человека. Этот человек находится где-то на Кипре. Я такой, ну, что-то как-то, как будто бы нечисто, и вот. И я с этой темой слился. А, ну, под деньгами это было нормальное предложение для тебя? Да, не особо. Ну, то есть, для первой работы в IT, наверное, да. Тогда, типа, для рынка Казахстана, возможно, да. Мне тогда предлагали, по-моему, то ли 400, то ли 500 долларов. Это было вот чуть больше года назад, по-моему, да. Получается, ты, как бы, откладнил оффер после первого собеса. Да. Это хорошее название для видео. После первого собеса, первый оффер я отклонил, свой первый оффер я отклонил на первом собесе, да. Сколько времени прошло с того момента, когда ты начал откликаться, и когда получил, вот, ну, можно сказать, первый оффер. Первый собес, он у тебя, он же был первый же оффер. И первое же тестовое. Получается, я закончил пятницу, по-моему, в декабре. Где-то в середине января я начал откликаться уже. Уже начал активно искать. Вот. Где-то примерно, может быть, через неделю, через полторы, вот, мне вот ответил этот человек. Ты его оффер отклонил и продолжил, продолжил откликаться на вакансии, размещать свою CV-шку там где-то, да? Да, то есть я был на HeadCountry зарегистрирован, на хабр работе, по-моему, был в нескольких группах Telegram по JavaScript, где тоже был поиск работы. На HeadCountry там было все печально, там практически никто не отвечал, то есть ты откликаешься, 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 вообще ответа ноль. На хабр работе там тоже вообще ничего не было у меня. По-моему, первый вот, как раз, по-моему, вот этот вот оффер, который я отклонил, был от человека, который я нашел в Telegram. Потом через некоторое время, вот, мне с HeadHunter, в феврале было, в середине, не в середине, может, в первых числах февраля мне вот с HeadHunter написал HR с московской компанией, говорит, что мы ищем контент разработчика, понравилась ваша CV, давайте мы вам дадим тестовое. Сможете вы сделать? Ну, конечно, давайте. Вот, дали мне неделю, я делал это тестовое, через неделю сдал его, мне ответили, говорит, вот здесь, вот здесь, вот там в некоторых местах, короче, нужно по-другому сделать, типа, правки. Будете делать? Я такой, блин, посоветовался с другом, говорит, типа, нафиг пошли, короче, типа, тебе дали, ты... Ты не ты его сделал, да? Ты его сделал, да? Там уже пусть проверяет. Я говорю, да нет, типа, эй, человек такой, что не могу незаконченную что-то оставить. Игорь, давайте сделаю. Справки поправил, мне еще по несколько дней дали на это. И после того, как я эти правки уже отправил, меня пригласили уже на собеседование, вообще из по технической части. На этом собеседовании вот перед ним было прям страшно-страшно, типа, а как, блин, сейчас он меня будет что-то спрашивать, я же ничего не знаю. Пытался сделать себе куда-нибудь там, запихнуть эти заметки вокруг ноутбука, чтобы читать, если что. На самом деле, первое техническое собеседование прошло как бы гладко. То есть, не сказал, что я на все ответил, но процентов, может быть, на 80-75 вот так вот вопросов я ответил. Конечно же, очень большим плюсом было то, что, по-моему, в среде началась нативка в среде, в четверге. Вот это серьезная нативка. Да-да, в среде, в среде, в среде, в среде. Да, и вот, получается, на собеседовании спрашивали практически все, что было на этой нативке. Ага. А, короче, лайкос нативке в инкубаторе, да? Ну, а это не закончилось оффером? Нет, там, получается, там еще дальше история. Ну, после технического собеседования, мне говорят, мы с вами свяжемся, все. Через несколько дней мне говорят, типа, давайте еще одно собеседование, только уже с директором. Я такой, ну, блин, если я до директора дошел, то, наверное, это что-то сейчас будет интересное. Ну, пришел там про какие-то личные качества, что-то поразговаривали чуть-чуть, там, 15-20. И опять сказали, с вами свяжемся. Все. Я сижу, жду, жду, там, время идет. И как раз февраль наступил, началась война. Эта компания работала, по-моему, на какой-то западный рынок. И пострадала чуть-чуть. Со мной связались, сказали, ну, извини, мы сейчас новых, получается, кандидатов не будем рассматривать. Мы будем как-то пытаться удержать старых хотя бы. То есть у тебя обломалось. Ты расстроился сильно? Меня больше расстроило ожидание. Когда ждешь, вроде, как бы, блин, вроде все, уже пришел, прошел все этапы, уже должен начать работать и вот так вот обламываться. Ну, чуть-чуть там пострадал, может, денек. Ну, я бы пострадал, скажу тебе честно. То есть у тебя столько собесов, столько этапов. И такой ты уже дошел до Дирика, уже такой, уже потираешь ручки, ура, такой, типа, скоро работа там. После этого я еще долго откликался, как раз вот после этого момента, когда это все началось, стало еще сложнее найти работу. Тоже делал какие-то тестовые, которые, их делаешь, отправляешь, и тебе вообще там ни ответа ни привета. То есть вообще про тебя забывают. Такое вот самое бесит. Вроде потратил свое время, сделал что-то, плюс иногда это какие-то новые технологии, с которыми ты даже не сталкивался. Ты как бы изучаешь их, делаешь, сдаешь, и про тебя забывают просто. То есть, Витя, смотри, однозначно посылаем с тобой минус в карму тем, кто допускает жестокое обращение с джунами. А именно, рассылает тестовые и не дает никакого фидбэка, правильно? Да. Это прямо вот, пусть у них никогда не будет сахара в офисе. Согласен? Да, слишком жесткое. Ну, потому что, честно, ребята очень сильно жалуются на то, что это деморализует. Что, конечно, ты откликаешься, получаешь тестовые. Там у молодого специалиста, понятно, что волнение, ожидание. Так, блин, так это будет работа, не работа. Ну, то есть, и ты вкладываешься в это тестовое. Ты правильно говоришь. Приходится, там, заодно поднимать какие-то вещи, которых ты не знаешь, там, да? Там ты стараешься, делаешь. Хорошо, если тебе отвечают. Спасибо, все было хорошо. Какой-то минимальный, там, код-ревью, если есть, вообще прекрасно. Но, там, мы остановились на другом кандидате. Это, как бы, обидно, но понятно. Но просто выбешивает, когда не отвечают вообще. И ты сидишь, ждешь в пустоте, в неизвестности, там, ты проделал кусок работы. Наши, кстати, многие ребята по итогу отказывались, вот, кто работает, отказывались тестовое делать. Чарльз звонит, вот, нас заинтересовал, ты говоришь, ваше, короче, CV. Там, мы хотим вам предложить тестовое. Ну, многие ребята, вот, мы даже с ними беседовали, есть записи наши. Говорили, тестовое нет, а без да, как бы. Не буду заниматься даже ерундой, как бы. Как тебе такой подход? Мне кажется, это не совсем правильно, потому что, мне кажется, все равно нужно брать тестовое. Потому что тебе дают тестовое, и там, как бы, ты все равно нарабатываешь себе, набиваешь руку на них. Плюс, если там что-то новое, нужно брать даже тестовое с теми технологиями, с которыми ты раньше не работал. Потому что ты хотя бы их поверхность-то изучаешь во время того, как делаешь это тестовое задание. Я, по-моему, отказывался всего один раз от тестового, потому что там была какая-то веб-студия, и мне сказали, сделай лендинг. И сделай его за два дня. Мне что-то так лень было делать этот лендинг. Я говорю, нет, спасибо. От каких-то интересных тестовых я бы не отказывался. В конце концов, ты как-то добрался до нынешнего твоей компании, да? Да, это уже спустя, по-моему, месяца 4-5, после того, как я начал вообще искать работу. Там еще интересно получилось, что сначала связались с моим товарищем, который тоже учился в инкубаторе, и предложили работу ему. А он в тот момент уже работал. Он говорит, у меня есть знакомый. Который еще круче, чем я, да? И скинул Эйчару мой номер. Эйчар со мной связался, мы с ним переговорили, также дали тестовое. Вот, я его сделал, пришел на собес, и все закрутилось, закрутилось, и я работаю. То есть, инкубаторское братство решает, да? Да. А, кстати, вот ребята, с которыми ты учился, может быть, ты знаешь, ну, понятно, что у вас в группе было много людей, может быть, из тех, с кем поддерживаешь отношения, может быть, до сих пор. Есть такие ребята? Нет, если честно. У нас группа есть, там, иногда раз в год кто-то что-то напишет, чуть-чуть поговорит, и все, на этом. А ты скажешь, как бы, ты хоть все работают, да? Да, все, видимо, знают. Вот из тех ребят, с которыми ты общался во время учебы, ты говоришь, вот какой-то там друг у тебя был вакансию, я тебе предложил. Как ты, насколько ты тебе знаешь, работают ребята сейчас, не работают? Ну, вот, если только этого друга брать, ну, знаешь, что он до сих пор работает в той же компании, в которой у вас есть. А так ты не особо тусишь, как бы, да? Именно, как бы, с инкубаторскими. Да, да, да. Не знаю, у меня, как бы, с этим... Во время учебы еще, да, разговаривали, а как уже ближе к пятнице, там, у всех начинаются все дела свои. Кто-то получает оффер, кто-то продолжает дальше учиться, и как-то на этом все затухает. Ну, кроме тестов, в этой компании собес у тебя был или нет? Собес был, я тоже ужасно как-то волновался, ну, не так ужасно, как перед первым собеседованием, но все же волновался, но пришел на это собеседование. Со мной был вот нынешний человек, который меня менторит, и HR, вот. Он какие-то там пару вопросов задал по реакту вообще, в принципе, по тому, чем я занимался, вот. Как такового технического собеседования, в принципе, не было, вот. Его, как бы, все устроило еще на моменте тестового задания. Он говорит, все, окей. И потом уже следующее собеседование было с директором и с ПМ. И так получилось, что тебе предложили, как бы, переехать в другой город, или ты сам решил переезжать? Ведь это было условие, что берем в офис тебя. Была ли возможность в онлайне работать или на удаленке? Вообще, когда только я на собеседовании был, мне сказали, что, типа, вот у тебя месяц, по-моему, испытательный срок, после испытательного срока давай, короче, к нам переезжай. Потому что, вот, мы будем заниматься проектом, и ты нужен здесь, то есть в офисе. Поэтому, как бы, в итоге, я вот через, спустя, по-моему, три месяца переехал. Да, и теперь ты живешь в Астане, да? Да. Как тебе переезд, как ты пережил релокацию из Казахстана в Казахстан? Да, вообще славно, то есть, как бы, нормально, что там жизнь была, как бы, спокойная, что здесь переехал то же самое. Плюс, мне всегда хотелось поработать в офисе, потому что, мне кажется, в офисе ты, во-первых, будешь выполнять больше задач, чем на удаленке. Плюс, в офисе ты работаешь рядом с другими разработчиками, и если какие-то вопросы возникают, ты можешь на них получить ответ вот сразу же, спустя несколько секунд. А все равно, когда ты общаешься, это то удаленно, через Телеграм, через что-то еще, можно не прочитать сообщение или ответить на него через некоторое время, а тут, как бы, по факту. Тебе интересно, Витя, смотри, ты вот, как бы, такой сдержанный такой парень в общении, ты говоришь, там, в инкубаторе, там, особо так, как бы, там, не тусил с ребятами, не общался, но ты именно хотел конкретно в офис, чтобы была возможность живого контакта с людьми, да? Да. То есть ты такой не совсем интроверт, да? А вот какой-то астрелик, что-то такое. Временами очень интроверт. Временами очень интроверт, да? У нас в офисе настоящие разрабы-интроверты за весь рабочий день произносят два слова. Всем привет, когда приходят, и пока, когда уходят. У вас похожий офис или нет? Какая-то курилка, курилка, обсуждение, там, посиделки на кухне. Или такое, пошел себе, сделал чашечку кофе, молча, сел за стол, работаю дальше. Они все общаются друг с другом. У нас прям вот, сейчас сказал насчет интровертов, которые говорят два слова в день, ну, вернее, две фразы, у нас такого нет. У нас все разговаривают, как бы, все нормально в этом плане. А проект тебе нравится или нет? Проект, да, в принципе, нравится. То есть, во-первых, я там познакомился с RTK Query. То есть, то, как я раньше работал с запросами, это вообще, что это было. Когда есть RTK Query, ничего другого больше не нужно. Очень-очень-очень удобно. То есть, ты счастлив, да? Очень счастлив, да. Я разобрался в нем буквально, может быть, за день, когда я раньше вообще его не видел. То есть, там очень просто все написано и понятно. То есть, ты можешь сказать, я люблю RTK Query, да? Да, да, да. В компании, в нынешней, ты своей работаешь уже больше года. Какие у тебя планы? Продолжаешь оставаться или, как бы, ты хочешь замахнуться, может быть, или что-нибудь посмотреть другое? Или ты прям вот доволен, что ты нашел свое место? Пока доволен, что нашел свое место. Плюс урост на работе идет. То есть, пока он идет, мне кажется, нужно оставаться. Плюс, опять же, как-то с самой компанией к людям, которые там работают, уже привык. Им легко. То есть, комфортные, хорошие ребята, да? Да. По-младше или твоего возраста? Там по-разному. Есть младше, есть чуть старше. Есть одного возраста. То есть, ты там не самый взрослый, да? Я не знаю. Ты говорил, что в Казахстане очень в ходу распространен Vue, да? Да. Потому что, когда я искал на Headhunter, то есть, выбирал Казахстан, там практически все вакансии были на Vue. На некоторых было написано, что один из премьер-борков, там, типа, на выбор, Vue, React, Angular, когда я откликался и писал им, они говорят, нет, мы ищем на Vue. Зачем тогда вы пишете, что на выбор? Непонятно. Ну, а ты Vue не пробовал, не трогал, как бы, хотя бы в плане ознакомления, как бы? В плане ознакомления на самой работе. То есть, чуть-чуть доводилось его потрогать, скажем так. И как у тебя впечатление от Vue? Ну, он удобнее из-за того, что реактивный. Там нужны Vue стейты, как в React, в React иногда бывает очень много, и это очень приятно. Там как-то в этом плане попроще. Ну, у тебя не появилось желание пересесть? Смотри, как я говорю, что в RTK Query ты влюбился, как бы, да? Да. А во Vue ты не влюбился? Нет, в Vue там я увидел, что у них там компоненты, которые по 1200 строк. Я такой, нет, что-то как-то не очень выглядит. Не хочу. А у тебя в офисе, ты уже год работаешь, у тебя есть возможность работать на удаленке или нет? Ну, вообще, если, как бы, обговорить этот момент, думаю, да. То есть, ну, я как-то его не поднимал, потому что меня все устраивает, в этом плане. Ты живешь недалеко от работы, как бы, у тебя там комфортно, как бы? Ну, у нас люди есть, которые работают удаленно в этом плане, то есть, не проблема. И ребята, которые сейчас, может быть, там думают, там, пойти учиться, не пойти учиться, как учиться. Ты вот уже человек, который прошел этот путь, да, и, в принципе, ты закрепился, у тебя уже больше года работы, опыта, ты чувствуешь себя комфортно, уверенно, ты доволен компанией, я так понимаю, что компания, в принципе, тобой довольна. Это, может быть, будет нескромно, да? Но, как бы, у тебя все хорошо. Вот, ребятам, которые в начале этого пути находятся, что бы ты мог посоветовать, особенно, вот, ну, сейчас там иногда, там, такие, там, мрачноватые немножко настроения царят в интернет-сообществе. Как бы, вот, как бы, с высоты своего опыта, с учетом того, что ты видишь, что ты понимаешь, ты, в принципе, там, парень уже, как говорится, там, с жизненным опытом с определенным. Какие бы ты мог дать советы и напутствия? И ребятам из Казахстана, например, которые подумывают, как им жить дальше, следует ли вливаться, там, в айтишку, там, идти или учиться в инкубатор. Ну, вот, что-то такое, как бы, вот, с учетом твоего опыта. Я бы посоветовал так же, как говорил Дима, что начать с прочтением некоторых книг, тот же JavaScript для детей, там, не знаю, HTML и CSS прочитать тоже книжку. Вот, если они ее прочтут, им это зайдет, и они захотят дальше, тогда уже можно думать о каких-нибудь курсах, либо продолжать дальше самостоятельно обучаться. Плюс, так же, пусть узнают, что, как бы, обучение занимает, как бы, большой промежуток времени, от чего-то иногда придется отказываться в пользу учебы. Вот, если, ну, если хотят, как бы, быстро зайти, а не так, если когда-нибудь, то это может растянуться на года и никогда этого не произойти. А так, если есть желание, нужно просто держать, учиться, учиться, еще раз учиться. Если, да, говорить о том, что сейчас говорят, что, ай, все равно, там, сейчас работу не найти, как ты думаешь, это правда, или это, ну, как бы, или на это не обращать внимания, как ты вот это можешь прокомментировать как-то? Ну, если бы сейчас невозможно было бы найти работу, тогда, наверное, бы и курсов больше бы не существовало, и никто бы, как бы, не занимался этим. Все равно работа будет. Просто сейчас, возможно, планка просто повысилась на вход. То есть, больше требований есть для начинающих специалистов. Даже, даже если вы выучите хотя бы поверхностно эти навыки, которые требуются, не факт, что вы будете их использовать повседневно, первое время на работе. Это просто на собеседование будет плюсом. То есть, если у вас что-то спросят, вы такие, ответите на этот вопрос, ага, вот он знает. А другой кандидат это не знает, поэтому другой кандидат не пройдет, а вы пройдете. Даже если вскользь об этом скажете, все равно как. Мне кажется, все равно сейчас нет такого, что вообще нельзя работу найти. Находят же как-то, ходят. А смотри, ведь с твоей точки зрения, вот инкубаторская программа обеспечивает достаточным комплектом знаний, компетенций для того, чтобы найти первую работу. Из того, что ты используешь как бы в твоей работе, да, там, сколько ты вынес из инкубатора и что ты добывал самостоятельно как-то в процентном отношении, можешь оценить? Не знаю, как сейчас, может быть, у вас поменялось, как называется, там, план обучения, что-то новое или какие-то технологии. Именно когда я занимался, там был React, Redux. Redux Toolkit у нас там добавился в пятницу. То есть тогда, в принципе, если я дошел до пятницы и дальше ничего не делаешь, там же еще были дополнительные материалы, вроде субботы. Вот, я их все делал. Там как раз, по-моему, Димыч рассказывал про этот Redux Toolkit, по-моему. Да, да, да. Это как бы помогает. То есть если вы, скажем так, возьмете все то, что дает инкубатор, вот, тогда вам это поможет. А если, типа, проходить так поверхностно все, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, тогда, возможно, нет. Мне как бы помогло. Вот именно то, что преподавалось в инкубаторе, мне помогло. Вашу компанию сейчас, ты один фронт, фронтов берут, не берут, как бы у тебя много работы, ты справляешься, ты говоришь, что иногда бывает тяжеловато, как бы. Сейчас, к сожалению, нет, не ищем новых фронтов от разработчиков. Сейчас, по-моему, вакансии какие-то висят, но не на разработчиках. Виктор, ну ты же знаешь, где искать хороших, крепких женов? Конечно, конечно. Готовы тебе, готовы поставить двух ребят из Казахстана. Скажи, какая сейчас погода в Казахстане? Именно здесь сейчас жара просто дикая, 36-37 градусов, невозможно ходить вообще. У нас, вы писали недавно интервью, девушка из Казахстана, женат ее зовут, женат, тебе привет. Она говорила, что, спрашиваю, как тебе погода в Беларуси? Она говорит, зимой очень холодно, конечно, а летом очень приятно, прохладненько так говорят. То есть, про казахстанскую жару, это не шутки, да? Да, тут действительно жарко. Кондиционер в офисе есть? Да, есть. Сахар есть, Витя? Обязательно. Вот что-что, сахаром много. Все. Дружище, спасибо большое тебе за твою историю. Передаем тебе привет в далекий солнечный Казахстан. Спасибо, что рассказал, поделился своим опытом. От имени инкубатора желаем тебе и твоей компании. Они тебя хорошо приняли, хорошие, благородные люди. Желаем роста коммерческого и профессионального. И вот, ну, и, наверное, тогда все, дружище, на сегодня. Спасибо вам. Все, спасибо, дорогой. Субтитры сделал DimaTorzok